Друзья, ну мы продолжаем урок или курс Гешер. Сегодня мы займемся, скажем так, физиотерапией мысли. Ну, вы понимаете, мы мыслим, мы находимся часто в нашей голове, и часто человек думает или о прошлом, или о будущем, ну, и это, конечно же, затрудняет находиться в настоящем, где и проходит наша жизнь. И как-то в голову приходят какие-то мысли от прошлого или волнения о будущем, и вопрос, знаете, во-первых, надо понять, за что мы ответственны и за что нет. Святой Батшем, то он говорит такую вещь, что человек, во-первых, должен, во-вторых, может, во-вторых, должен руководить своими мыслями. О чем он думает? Он говорит так, что человек может руководить мыслями так же, как всадник руководит лошадью, на которой он едет. Вы понимаете, если всадник не руководит лошадью, то лошадь едет, куда она хочет. И так же мы с нашими мыслями. Люди, которые чуть-чуть хотя бы занимались созерцанием, медитациями и вот такими всякими практиками, и интенсивно спортом, они понимают то, что есть что-то, то есть мы можем смотреть на наши мысли, мы можем наблюдать за нашими мыслями. Тогда происходит такое понимание, то, что мы — это не наши мысли и не мнения. И вот это вот, когда первое отделение происходит, тогда мы понимаем то, что вот что-то в нас находится, которое выше наших убеждений, мыслей, мнений. И первое дело — это, во-первых, понять то, что это есть, соединиться вот с этим вот чем-то. И второе дело — и тогда уже начинается работа. Как это происходит, вот как это происходит соединение? Ну, это есть множество практик, дыхательных, медитативных, и в принципе надо просто наблюдать, что происходит с нами, что происходит в голове, что происходит в теле, имеется в виду в ощущениях и в эмоциях. И это первый вообще этап, когда человек начинает осознавать, быть внимательным к своим не только эмоциям и чувствам и ощущениям, но и к своим мыслям. Это первая вот такая вот история. И тогда следующий этап, он такой, потому что вот, допустим, поговорим о прошлом. Мы говорили о прошлом, настоящем и будущем. Сначала давайте начнем с прошлого. Если есть какие-то конфликты, травмы, тяжесть, которая забирает нашу, по факту, энергию, потому что если мы мыслим постоянно о прошлом или в периодичность, раз в какое-то время, у нас забирает очень много энергии и не дает нам продвинуться вперед и находиться сейчас. Это говорит, что у нас есть какой-то конфликт или какая-то нерешенная история в прошлом. А что это такое конфликт? Конфликт или проблема становится проблемой, когда мы решаем, что это проблема. Ну, обычный пример. То человек, один человек занимается спортом, если он не позанимался две недели, это для него проблема, другой наоборот, он не видит вообще в этом никакую проблему. Когда человек... То же самое с финансовой ситуацией, с ситуацией здоровья, внутреннего комфорта. Так что, в принципе, мы сами или окружение, наше окружение нам показывает, что что-то является проблемой. А когда у нас есть конфликт в прошлом, как видно, мы считаем это проблемой или травмой, как мы говорим. Ну, давайте начнем в этом уроке смотреть, какую физиотерапию мыслей мы можем сделать, как мы можем размять эти мысли таким образом, чтобы постараться хотя бы понять, как мы можем освободить эти конфликты в корне своем. И начнем с того, что когда мы смотрим на реальность, или давайте начнем, продолжим о историях прошлого, надо, ну, во-первых, включить голову, да, и понять то, что, во-первых, есть факты, есть интерпретация фактов, и есть эмоции, мысли, эмоции, ощущения, которые мы ощущаем сейчас в связи с вот этим вот конфликтом, травмой, история, которая нам до сих пор может болеть или мешать в прошлом. Надо сказать в скобочках, что психологи говорят такую вещь, что если есть какая-то история, которой больше, чем, скажем, год или полтора, о которой человек думает чаще, чем несколько раз в неделю, значит, там есть конфликт, потому что, в принципе, память не должна туда уходить. Это вот такая красная лампочка, чтобы мы поняли, о чем идет речь. Чаще всего этот конфликт, он, ну, мы можем дать много объяснений, почему это происходит, но давайте как минимум первый раз, чтобы, во-первых, чтобы мы хотим как-то эту ситуацию объяснить, чтобы она не повторилась, во-вторых, надо, мы хотим иногда сделать какую-то куарентную историю жизни, то есть, чтобы у нас история жизни как бы сходилась. И чаще всего у нас как-то и вместе с этим, ну, и еще есть уйма других объяснений, почему это бывает, но нам не очень важно понять, почему. Нам важно понять, как бы решить эту историю. Давайте сейчас опять вернемся к включению головы, включению дата. Когда вот есть такая ситуация, которая возвращается, о которой мы думаем, о прошлом, что случилось, и это у нас, можно сказать, забирает энергию, надо, во-первых, взять какое-то время и понять такую историю. Первое, какие есть там факты, второе, какая интерпретация, и третье, какие чувства и ощущения у нас вызывает это сейчас. И забегу вперед и скажу, что по факту нам не очень важно, что тогда произошло. Наша цель сейчас чувствовать себя хорошо. Понимаете? Потому что часто и в этом, как бы, часто ошибаются и профессионалы, хотят и думают, что надо обязательно докопаться, что там было. Но это не всегда так. Потому что это не совсем важно, и мы это не можем знать. Но насчет этого попозже. То есть нам важно, чтобы мы сейчас ощущали себя хорошо, и чтобы вот это вот происшествие в прошлом не забирало у нас энергию. Потом, что надо понять еще? Надо разделить у себя в голове. И это такая сила у нас есть в сознании, разделение. И это обязательно надо делать и в настоящем, и про это мы поговорим в следующем уровне. Про будущее тоже. Но сейчас мы начинаем с прошлого. И чтобы начать, как бы, самим решать какую-то вот такую ситуацию, надо разделить между фактами и интерпретацией фактов. Что это такое? Что имеется в виду интерпретация, а что это такое факты? Ну, факты, это просто сухая реальность, которая была, и которую мы точно знаем, да. А интерпретация, какие, что мы об этом думаем, да. И после этого приходит такое ощущение, что мы от этого ощущаем. И часто наша интерпретация, она влияет на ощущение. А факты, они всегда неполные. Сейчас об этом чуть-чуть глубже. Ну, во-первых, скажем, обычный пример какой-нибудь, очень простой. Человек едет в транспорте, в публичном, там, в метро или в поезде. И вдруг он чувствует сильный очень толчок в спину и даже падает. И первые ощущения, которые у нас смогут быть, это там, или какая-то интерпретация, что кто-то специально его толкнул, или это может быть злость, это может быть какой-то стыд, может быть, и так далее. Но если человек повернулся, и вдруг пришла новая информация, и он увидел то, что это какой-то очень пожилой человек, который тоже сам споткнулся и упал, и тогда совершенно меняются наши эмоции, да. Мы видим, можем ощущать жалость, можем вскочить, помочь этому человеку и так далее. То есть мы видим то, что мы сами придумываем часто какую-то историю, когда с нами что-то случается, но мы не знаем факты, да. То есть интерпретация часто влияет на наши эмоции, ощущения, чувства, когда фактически у нас недостаточно фактов есть всегда, чтобы... и у нас есть выбор, как эту ситуацию можно объяснить. То есть, вкратце, вот тот экспириенс, который человек проживает, и это правильно и для настоящего, и для прошлого, он фактор интерпретации, которую мы даем каким-то событиям. А интерпретация – это дело выбора, а не дело фактов. Понимаете, можно дать уйма примеров этому. Ну, не знаю, мы попросили у человека что-то, и он нам это не дал, да. Мы можем сказать «О, какой жмот!», мы можем сказать «Подумать совершенно по-другому», «О, как жалко, потому что этот человек обычно, он такой щедрый, и он может давать, возможно, у него какая-то ситуация, что это ему не позволяет». И вот эти вот две интерпретации, они совершенно в мире, они совершенно равны. И наш выбор – давать такую или другую интерпретацию. Сложность тут делать внутри вот это вот разделение между фактами нашей интерпретации, и после этого выходят наши эмоции, которые связаны напрямую с нашей интерпретацией вот этих вот событий. И из-за этого вот Большенков, он говорил такую вещь, то, что в то, там, где находятся мысли человека, там он и находится. И если наши мысли находятся в прошлом, в каком-то тяжелом событии, то мы находимся там, мы не находимся тут. Также, если у нас какое-то, нету достаточного уверенности, и мы не уверены насчет будущего, также мы не находимся тут. То есть мы эти вот вещи, они забирают от нашей жизни, как бы, вот, и в этом проблема. И из-за того, что вот это вот, то, что называется травма прошлого, она уже прошла, ее нет по факту. Это плод в данный момент, это плод нашего воображения, наших мыслей, нашей интерпретации. И я не говорю то, что это может быть, я не говорю, что там у каждого свое не было какое-то тяжелое событие. Но я говорю другое, то, что эта травма, она не была тогда, она происходит сейчас. И обычное дело психолога, мрава, консультанта, это решает проблему сейчас, а не тогда. И из-за этого, из-за того, что, во-первых, это происходит сейчас, а не тогда. Во-вторых, очень часто это дело нашей интерпретации, также это в наших силах решить, что эта травма заканчивается, а не продолжается. Понимаете, в чем дело? И вот вопрос, как выйти из этого круга, который очень тяжелый круг. Как перестать подпытывать мысленно какую-то ситуацию в прошлом и выйти из вот этого паттерна? Забегу вперед и скажу то, что, во-первых, это дело решения, во-вторых, это дело понимания, и в-третьих, это дело молитвы и разговора. Надо сделать что-то физическое, а разговор это физическое. То есть, начнем с понимания. Внимание прошлой ситуации. Ну, номер один, что чаще всего какая бы ни была ситуация, ну, и так как, вы понимаете, очень тяжело давать этот урок, потому что у каждого свои примеры, но память и наши знания реальности, они очень ограничены. И часто, когда мы думаем или мы помним что-то, во-первых, мы помним частично а не полностью, мы помним что-то, что соединено с сильными эмоциями, и по факту это как будто бы память, она такая, что как будто бы кто-то записывает на видеокамеру какие-то происшествия, и некоторые моменты он записывает, а некоторые и стирает. И то, что у нас остается в памяти, это не полная пленка, во-первых, происшествия, во-вторых, большой картины мира, а какие-то маленькие оттенки. То есть, это первое, то, что надо понять. Второе, что наши ощущения о ситуации точно влияют на то, что мы помним. Потому что, допустим, какой-то человек сделал много хорошего и что-то нехорошее. Вот если к этому нехорошему привязана эмоция, то мы будем больше это помнить, чем все хорошие вещи. Это один пример. Другой пример то же самое о нас. Иногда мы делаем какие-то хорошие поступки, и вдруг каждый из нас сделал какую-то ошибку. И часто человек страдает из-за того, что вот это он больше помнит, чем другие вещи. Из-за этого надо знать, что наша память не объективная. Она очень субъективная, она меняется. И как бы от фактического до то, что мы помним эмоционального, там есть разрыв. Во-вторых, надо знать то, что знание это сила. И иногда, я сейчас говорю очень как бы широкие вещи. Иногда мы просто не знаем. Ну, допустим, маленький ребенок, у него есть травматическая какая-то травма от того, что он был у зубного врача, и зубной врач сделал ему больно. И сейчас он боится ходить к зубному врачу. во-первых, или обида на родителей, что они повели его к зубному врачу. Во-первых, когда происходит это, у ребенка мало есть знания по этому поводу. Потом знание расширяется. Когда мы знаем больше, мы можем давать другую интерпретацию вещам. И из-за этого сейчас, как вы слушаете этот канал, если вы внедрите понимание, то, что Всевышний хотел это сделать, то, чтобы мы от этого что-то научились, или чтобы нас поднять на другой уровень, или чтобы это было правильно, какой-то поступок, правильно не в моменте, а на протяжении жизни, и так далее. То есть, когда мы расширяем картинку мира прошлого и знаем больше уже о мире, часто эмоции о том происшествии могут спускаться, и мы можем как-то по-другому переварить эту ситуацию. И по факту надо знать то, что ну, мы все не знаем, понимаете, мы все не знаем. Может быть, если бы мы не споткнулись там, мы споткнулись где-то сильнее через два шага. Мы не знаем, что было бы, если бы. Из-за этого, знаете, говорят, не будь всегда прав, а лучше быть умным, чем правым, да? Но и тут есть еврейская такая мудрость, то, что говорит, то, что вера, она это то, что делает тебя умным. Потому что что может тебя делать умным? То, что отделяет эго от реальности, отделяет тебя от большей картины мира. То есть, может быть, я не так сказал, отделяет твою субъективную точку зрения, когда ты понимаешь, что это субъективная точка зрения, а есть большая реальность. И в большой реальности, если Всевышний то в MIT, то есть, делает все хорошее. И Мэйти в Ларошаим даже, он делает еще, даже злодеем он делает хорошее. Так что из-за этого часто вещи, которые очень травматические в коротком, в длинном аспекте времени, они оказываются большим благом. Из-за этого даже в моменте можно включать эту дверь. Понимаете, не надо идти так далеко. Еще раз вернусь к тому, то, что мы вот говорим про прошлое, одно дело мы говорили про то, что надо понимать, то, что то, что важно нам, когда мы делим с проблемами, это, во-первых, отделять факты, эмоции и интерпретацию, лучше было бы поменять интерпретацию на вот те вот вещи тяжелые, и тогда следственно меняется и эмоция, и как мы проживаем эти вещи сейчас, она силу уберет из тех моментов. Иногда легче сделать на это чуву, потому что на все, что у нас забирает в прошлом времени, энергию, как видно, у нас там часть есть нерешенные наши проблемы. И из-за этого это неинтуитивно, но то, что мы думаем, что другие сделали нам, надо сказать, извините, попросить прощения Всевышнего, что возможно мы это сделали кому-то другому. Дать сдаку и вот таким образом убрать это из жизни. Самая большая вещь или одно из самых больших инструментов, как мы можем с этим делить после того, как мы, во-первых, поняли то, что это у нас такая интерпретация, то, что мы не знаем, какие факты большой картины мира там происходили, мы понимаем то, что наша память, она ограниченная, ну и как следствие интерпретации, конечно же, есть и физические какие-то последствия. Человек забирается энергия в прошлое, возможно, это отнимает у него силы и так далее, так что это очень важно это решить. И как это делается, какой один из самых главных инструментов, это говорить вслух об этом. И иногда, как говорится, когда есть проблема Ясихена, да, или надо убрать свое внимание оттуда, или рассказать это своему другу, или даже не обязательно, можно выйти, как делают хасиды браслевские, куда-то на природу и поговорить, и выговориться просто вот так. Некоторые люди могут это написать, это тоже очень важно, очень интересный такой инструмент, потому что часто, когда мы пишем письмо, это форма мысли, мы видим то, что наши мысли, они некоарентные, то есть, они не сходятся. Когда мы начинаем писать, что было, мы понимаем, что мы как-то дали интерпретацию вещам, или как-то у нас это в голове сидит, и от этого до реальности какой-то пробел, который мы забили, негативом, а можем его перевернуть в позитив или хотя бы в нейтральную ситуацию и отпустить. Так что, о чем мы сегодня старались говорить, о том, что человек, он, где он находится, он находится там, где находится его мысль. и лучше, конечно, было бы находиться в настоящем, потому что на английском это называется present, да, вот это подарок, это тот момент, который у нас есть сейчас, на еврите это называется ОВ, это часть букв имени Всевышнего, туда надо добавить Ют, добавить Всевышнего в это настоящее, и тогда оно оживает полностью, но если у нас какие-то мысли находятся в прошлом или в будущем, мы не живем этот момент, у нас уходит энергия, то есть, вот тогда мы говорим о травме, что с этой травмой делать, с конфликтом, надо как-то убрать этот конфликт, а мы убираем его в настоящем, потому что прошлого уже нету, как мы его можем убрать? Ну, во-первых, мы можем убрать понимание, что, ну, во-первых, мы можем убрать его разделение, надо разделить факты, чувства и интерпретацию, и понять, что интерпретация и факты нам не важны, нам важно убрать эти эмоции сейчас, как мы это делаем? Мы можем это делать изменением интерпретации, мы можем это делать молитвой, когда говорить вслух Всевышнему, спасибо, что за это ты мне делал этот экспириенс, я не знаю зачем, все, забери у меня это, я надеюсь, что это было за мои какие-то плохие поступки, спасибо, до свидания, но когда мы понимаем, когда мы начинаем включать осознание и понимаем, что есть широкая картина мира, что мы не должны все знать, мы не должны вот эту последовательность событий решать сейчас и убираем оттуда вот эту вот ключик, который мы думаем, что если мы решим это вот там как-то мы можем предотвратить что-то в будущем, да, тем самым мы освобождаем себя в настоящем, я надеюсь, что это вам помогло, я желаю, чтобы мы конечно же жили в настоящем и в будущем и только учились и брали энергию из прошлого, а не наоборот, чтобы она не уходила в прошлое, она давала нам силы, подталкивала и помогала создавать прекрасное будущее для себя и для людей, которые находятся вокруг нас, всего самого наилучшего, счастливо, на следующем уроке, кстати, мы постараемся поговорить о том, как работать вот с этой же историей в настоящем и в будущем, еще я хотел бы сказать, то что если у вас есть какие-то вопросы, подписывайтесь на мой телеграм-канал Давид Дейч, он где-то наверное внизу есть и там я стараюсь отвечать на какие-то вопросы, которые спрашивают, я просто не нахожусь в фейсбуке из-за этого вот это вот самый эффективный метод какой-то коммуникации, всего самого хорошего, удачи!